В Дагестане становится все больше больных пневмонией. Оперативный штаб республики пока не опубликовал данные по больным с таким диагнозом. Но врачи утверждают, что именно сейчас в Дагестане наблюдается пик заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, и наш коллега, редактор художественного вещания телеканала ННТ, Шамиль Махаев, находится в центральной больнице с диагнозом пневмония. И он сейчас на связи с нами. Шамиль, здравствуй. Как самочувствие? Приветствую, Махач. К счастью, в моем состоянии скажем, что у меня все лучше. Сегодня у меня уже шестой день пребывания в центральной больнице Махачковой. И надо сказать, что я, как и многие дагестанцы, оттягивал свое лечение. Думал, пройдет и так, но не пройдет, друзья. Сидя дома, мы еще и с таким диагнозом рискуем заразить своих родных. Так, например, за все время пребывания моего больницы я постоянно наблюдаю за тем, как людей в стационаре становится все больше. Палаты заполняются. Практически у всех новых поступивших тот же диагноз, что и у меня двухсторонняя пневмония. Отделение, в котором я нахожусь еще в пятницу, было пустым. А в субботу уже яблоку было негде упасть. Ноги отнимались в три дня. И в три дня я начал кашлять кровью. А как проходит лечение? Прекрасно. Есть дома, кто заразился? Нет. Никто заразился, ничего. Я один. А раньше было такое? Нет. Те, кто не осознает эту болезнь, пока на себя не примут ее, не поймут. Вся суть этой болезни. Вот здесь видно, пациенты, которые как поступают, можно сказать, отдыхаются, не дышат. В данной ситуации вижу, да, их сам тоже в коридорах уже проходит у них реабилитация, можно сказать, более успешная. В день с симптомами кашель, температура, затрудненное дыхание поступают до 120 больных. Лечить и оказывать помощь каждому врачи едва успевают. Многие из них уже забыли о выходных. Ситуация с распространением инфекции усугубляется запущенными формами, когда люди оттягивают обращение в больницу и занимаются самолечением. В таком случае итог может быть самым плачевным. Поступают много пациентов, почти в 3-4 раза увеличился поток. И с этой целью мы перепрофилировали практически все верхние этажи шестиэтажного корпуса. И на сегодняшний день почти 280 пациентов с двусторонней пневмонией находятся у нас на стационарном лечении. Сейчас переполнены отделения, которые практически все терапевтические отделения заполнены пульмонологическими больными. И когда знаешь, что высока вероятность заболевания самого медицинского персонала, Правда, мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, но люди работают. Симптомы у всех одинаковые и очень схожие с COVID-19. Вообще, само возникновение вспышки вне больничной пневмонии врачи также связывают с пандемией коронавируса. С самих коронавирусов на сегодняшний день свыше 40 штаммов. Но какой именно штамм, в каком регионе реагирует сегодня, превалирует, никто точности не может сказать. Но, к сожалению, да, мы отмечаем атипичность течения пневмонии на сегодня. А какие прогнозы у вас дали? Прогнозы, надеемся, скорее всего, ближе к майским праздникам появится солнце, а ультрафиолет – это самое пагубное влияет на этот вирус. Врачи подтверждают, что сейчас в республике пик заболевания пневмонии нового типа и риски заражения до середины мая очень высоки. Поэтому все медики, лично я, как человек, которому пришлось столкнуться с этим недугом лицом к лицу, хочу призвать всех вас по возможности находиться за дома. Да, вот такие вот прогнозы от врачей мы желаем нашему коллеге и всем тем, кто сейчас болеет скорейшего выздоровления.